Друзья, всем привет, с вами Стан Вайс. Добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств. И герой сегодняшнего обзора это новые полноразмерные беспроводные наушники с активной системой шумоподавления от компании Haylou. Наушнички поставляются вот в такой вот коробке и выпускаются в трех различных версиях. У меня в комплекте поставки были наушники. Они складываются вот таким вот образом, поэтому их можно перевозить и переносить. Единственное, что, конечно, лучше всего использовать какой-нибудь мешочек. Также здесь имеется традиционный набор документаций, причем наушники поддерживают фирменное приложение, с помощью которого можно настраивать эквалайзеры и настраивать режим прозрачности. Оно, естественно, у нас подразумевается для использования с телефоном, поэтому если вы планируете использовать наушники на компьютере, ну, собственно говоря, особо настроить их не получится. Только теми средствами Windows, либо же Mac, которые имеются у вас на компьютере. Имеется выносной микрофончик, который подключается к наушникам, так что можно использовать их еще и как гарнитуру. Плюс набор кабелей. Type-C для подзарядки и 3,5 мм, правда, довольно короткий, всего лишь метр длиной для использования в проводном режиме. Наушники выполнены в классическом форм-факторе для полноразмерных наушников. Здесь у нас закрытые амбюшюры, так что уши у вас оказываются полностью изолированы от внешних звуков. Душка довольно удобная, она пластиковая, но также имеется мягкая подкладочка из кожзама. Ну и сами амбюшюры здесь тоже выполнены из кожзама, ну а внутри мы имеем сеточку. Я бы, конечно, если честно, предпочел иметь амбюшюры из плотной ткани, чтобы не потели уши, особенно если вы планируете долго находиться в наушниках. Наушники не самые тяжелые и очень удобно сидят на голове. При этом они не сильно давят на уши, по крайней мере мне, у меня не самая огромная голова. Здесь, собственно говоря, никаких претензий к удобству ношения у меня нет. Органы управления сосредоточены у нас на правом наушнике. Здесь у нас имеется как раз таки разъем для подключения микрофона, Type-C для подзарядки, 3,5 мм для проводного использования, кнопка включения, кнопка громкости и кнопка ANC, переключение режимов активного шумоподавления. Мне не очень нравится, что громкость здесь реализована в однокнопочном варианте. То есть для того, чтобы добавить громкость, вам нужно нажимать на кнопку, а для того, чтобы ее снизить, нужно ее удерживать. Но к этому, в принципе, привыкаешь довольно быстро. При использовании с телефоном поддерживаются только кодеки AAC и SBC. APTX, к сожалению, нет. В фирменном приложении можно включить или выключить игровой режим, который сокращает время задержки. Можно также выбрать из несколько предложенных вариантов эквалайзера. Но, к сожалению, самому задать регулировку частот не получится. Также можно обновить прошивку. За счет больших драйверов 40 мм чувствуется глубина звука. Нельзя сказать, что это аудиофильские наушники, но опять-таки от наушников за 3,5-4 тысячи рублей этого и не ожидаешь. Но послушать музыку, посмотреть фильмы, либо же поиграть в игрушки с удовольствием, конечно же, можно. Очень понравилась автономность. Без включения шумоподавления наушники работают до 80 часов. Так что даже если вы каждый день очень много ими пользуетесь, заряжать их придется не чаще, чем раз в неделю. Система шумоподавления, конечно же, снижает максимальную автономность, но она все равно остается на высоком уровне. 50 часов. Очень понравилась фишка временного включения режима прозрачности и приглушения громкости. С правой стороны у нас находится сенсорная зона, при прикосновении и удержании которой наушники снижают громкость, либо же включают временно режим прозрачности. Так что если к вам кто-то обращается или вы хотите с кем-то поговорить, не обязательно снимать наушники, просто держите ладонь вот таким вот образом, разговариваете и вы друг друга услышите. В общем и целом наушники и звучат, и ощущаются, как довольно неплохое качественное устройство за свои деньги. Понятное дело, что до наушников за 10 тысяч рублей им далеко, но опять-таки и продаются они практически в три раза дешевле. Вы получаете отличное качество звука, режим прозрачности и шумоподавления, плюс довольно-таки высокую автономность, если не сказать рекордную. Так что если подыскиваете себе универсальные наушники, как для компьютера, так и для ваших мобильных устройств, за небольшие деньги с активной системой шумоподавления, присмотритесь, вполне возможно, что Halo S30 вам понравится.